Приветствую вас. Ага, вы знаете, вот, исходя из того, что вы написали, можно сделать вывод такой о вас, что корень всей проблемы является влечением вашим. Причем влечение, как вы понимаете, наверное, да, само по себе. То есть тут вот именно влечение как таковое само по себе. Влечение это всегда потребность, это всегда желание, это всегда некая такая, можно сказать, привязанность. К человеку. Вот. И поэтому в первую очередь нужно понять, что именно вас влечет. Во вторую очередь нужно понять, из-за чего вы ругаетесь. То есть ругаетесь, а вы с ним. То есть понятно, что и он с вами ругается тоже. Это понятно. Ну во-первых, у любой ссоры всегда есть своя причина. Это во-первых. Вот. А во-вторых, у любой ссоры всегда есть личная ответственность. То есть вы сами создаёте эту ситуацию, значит, ссорость с молодым человеком. Возможно. Возможно, ссоры у вас возникают потому, что вы чересчур замотивированы быть с ним. И боитесь, допустим, человека потерять. Такое, в принципе, тоже вполне себе может быть. Здесь нужно, ещё раз повторю, определиться с тем, что вас так влечёт в нём. Почему вы так сильно хотите быть с ним. И что такого страшного произойдёт, если вы, например, его потеряете. То есть вот серьёзно представьте себе эту ситуацию. Представьте себе эту ситуацию, что вы теряете своего молодого человека. Да, то есть он уходит от вас. И вот, собственно, что дальше с вами происходит. Очень этот момент меня интересует. Потому что он этот момент, ну, напрямую зависит. Он этот момент напрямую определяет то, что с вами сейчас происходит. То есть, что именно влечёт вас в молодом человеке и чего именно вы боитесь потерять. Что именно вы боитесь потерять в случае вашего расставания, и является теми самыми ключевыми вопросами, ответ на который даст некое направление условно, да, условно в работе с вами. Условно. Дальше. Что касается того, что вас, того, что вы унижаете. Что касается того, что вы унижаете. Здесь ситуация следующая. Что касается того, что необходимо определить, что есть унижение. И как вы для начала к этому относитесь. Ну, то есть, к унижению. В целом. Данно. Как вы относитесь? Если унижение, грубо говоря, даёт вам что-то, даёт вам что-то, ну, даёт вам, может быть, какие-то плюсы. Какие-то. Какие-то. Чувства. Ну, я имею в виду, чувства, скажем так. Ну, позитивные, да, чувства. Какие-то. Вам это даёт. Что тут, конечно, нужно смотреть на это уже. Да? Тут нужно смотреть уже на то, что вы получаете унижать. Вот. Например, если в детстве родители, например, те же родители, да, говорили, говорили вам, что нужно быть сильным. Но при этом не давали вам ресурс. Да? Что вы, конечно, будете стремиться к тому, чтобы быть, наоборот, как раз-таки не очень сильным. Ага. Сильный. Вот. И вы будете стремиться, ну, скорее к слабости, чем к силе. Потому что сила для вас не будет иметь ничего позитивного, ничего хорошего. И вы не будете глубине души понимать. А зачем же, собственно говоря, вам быть сильным? То есть, что вы, условно говоря, от этого получаете. Вот. И, соответственно, если вы будете, если вы не будете видеть, в, например, в том, чтобы быть сильным, и не унижаться плюсов, то вы будете стремиться к тем проявлениям плюсов, которые есть у вас. Вот. Даже если вам это будет, ну, неприятно, даже если у вас будет какое-то чувство вины, там, например, и так далее. Вот. То есть, здесь вот, мне кажется, такая, примерно, история. И, исходить нужнее веса. А, дальше. Конечно, очень, очень и очень важно понимать, какой посыл давали вам ваши родители, говоря о том, что не нужно унижаться. То есть, ну, запрещаю унижаться или выставляю унижение как что-то негативное. Вообще, несколько странная история. Получается, в том смысле, что они видели в унижении что-то плохое. Ну, может быть, не позволяя вам унижаться, они вас унижали. То есть, то есть, такая, такая, своего рода замена произошла. Понятий. Когда, вроде бы, вы следуете идее не унижаться, да, то есть, как бы, ну, ну, себе, ну, запрещаете себе, допустим, унижаться. Вот. Но, при этом, все равно, значит, чувствуете, что было бы хорошо, что родители, например, были бы, ну, допустим, довольны, если бы вы все-таки, все-таки унижались бы. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но это один из таких вот вариантов, да, вполне себе быть может. Поэтому, тут, конечно, нужно исследовать столько, что вы на самом деле поняли, когда речь шла именно про унижение. Что вы на самом деле поняли, когда речь шла именно про то, что вот, ну, про то, что нельзя унижаться и так далее. Вот. Что вы на самом деле поняли. И, как вы это реализуете в жизни. Вот. Потому что, ну, вот, знаете, исходя из того, что вы написали, вы хотите быть слабой. Вы хотите, чтобы вас, ну, возможно, я не говорю сейчас наверняка, но, возможно, вы хотите, чтобы вас взяли, брали, точнее, к себе под контроль. Вы хотите, чтобы вас, как-то вот, ну, может быть, защищали, я не знаю, может быть, что-то ещё такого типа. Вот. И, соответственно, мне кажется, что вот этот момент, он является ключевым. Что, соответственно, определяет, определяет, отчасти, отчасти определяет вашу модель поведения. Вот. Этот молодой человек, ваш, да, он, по сути, является таким, знаете, спасителем. В общем, то есть он спасает вас от того, что вы, ну, например, недополучили в детстве. Вот. И вы пытаетесь это удержать и сохранить. Вот. Боитесь это потерять. Соответственно. Вот. Мне кажется, что история, да, она вот именно пока по большому счёту, и в этом, конечно, нужно разбираться. Важно понимать то, как вы пришли к отношениям своих. Важно понимать то, что вас объединяет с, ну, ну, с мужчиной. То есть, грубо говоря, что между вами общего. Вот. Что вас, ну, что вас связывает. Вот. Это то, что нужно понять. Вот. Если это вы выполняете, то сможете лучше ориентироваться в отношениях. Вот. Свои. С мужчиной. Ну, и тем самим у вас будет больше, больше возможностей как-то этот процесс, скажем так, контролировать. Вот. А мне видит история примерно такой. Вот. Отдельным пунктом идёт, конечно, то, что вы не сформулировали свой вопрос. То есть, ну, ну, не написали свой вопрос. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что не совсем понятно, с чего вы хотите. Вот. Ага. Обратите внимание на то, как ловко вы связываете в своей личной жизни. Значит, ну, как вы связываете, даже не в своей личной жизни, а просто, вот, как вы связываете в своей жизни. Ааа. Родных. Да. То есть, своих, грубо говоря, ну, грубо говоря, родителей. И... Свою любовь. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Потому что, очень может быть, что одно связано с другим. Возможно, вы слышали своих родителей и слышите своих родителей. Немножко по-другому. По-другому. Что это значит? Ааа, в психологии есть такое понятие. Как. Предписание. Вот. Существует предписание. Ааа. Многие родители, ааа, дают своим детям, ааа, вот эти, эти самые, ааа, предписание. Вот. То есть, родители хотят, чтобы, ну, их дети, ааа, делали то, то, что нужно делать. Но говорить, это одно. Именно говорить. Ожелать. Ожелать. И одобрять. Совсем другое. И очень может быть так, что вы выполняете те предписания родителей. Которые, ааа, вы именно вот, ну, именно чувствовали. Именно чувствовали. Понимаете? Такое вот тоже может быть. И эти предписания, чувственные предписания, они почти всегда идут в разрез с тем, что родители вам, например, ну, допустим, говорят. Да. То есть, вот. Такого вам родители, скорее всего, не скажут. Вот. Ну, именно такого. Да. То есть, вот. Именно, допустим, как в вашем случае, например, унижаться там, да, или что-то такое. Вот родители, ааа, такого не скажут. Вам. Скорее всего. Но вы это делаете. Потому что подсознательно выполняете то, что они бы одобрили. Одобрили. И условно, можно сказать, что вот вы не хотите унижаться, да. То есть родители, ребят, воспитывали в контексте того, что унижаться нельзя, да. Вот. А в действительности, в действительности, они хотели, чтобы вы унижались. В действительности им нужно было, чтобы вы унижались. Вот. В действительности они этого желали, чтобы вы унижались. И радовались, радовались, возможно, когда вы это делали, вот. Ну, не потому что они вас, например, не любят, нет, не поэтому, а просто потому что таковы были их какие-то вот такие, скажем, ну, скажем, потребности, вот их потребности были такими. И именно это они пытались вам, грубо говоря, дать, именно это они пытались вам показать, вот. Хотя, сами же этого, вероятно, стыдились и сами же этого, вероятно, не хотели. Ну, в глубине души. Так что здесь очень важно понять, что именно вы действуете, то есть по каким именно алгоритмам вы действуете, и чего именно вы хотите достичь, вот, конкретно, чего именно вы хотите достичь. Потому что, иногда, иногда, унизиться стоит, то есть, ну, иногда это можно сделать. Не все время, конечно, но можно. А если у вас был запрет на унижение, то нет ничего удивительного, что для вас это осталось чем-то желанным, а может быть даже и чем-то, чем-то сладким, как это иногда бывает. И вот теперь вы стремитесь, что только к этому, потому что вам это запрещали, вот. Запрещали и не объяснили, чем это так плохо. Ну, чем это может навредить? К слову, к слову, к слову, к слову. То, что вы описываете, может быть причиной вашей низкой самооценки, ну, заниженной такой самооценки вашей, вот. Которую можно и нужно, и нужно, безусловно, повышать. И это мы хотим, чтобы у вас, ну, ситуация изменилась в лучшую сторону, да. То есть, нужно больше все-таки верить в себя, нужно больше все-таки доверять в себе, вот. И разобраться с тем, что же вы хотите, потому что, вот, как мне кажется, как мне кажется, что именно здесь у вас есть какая-то потребность. Потребность. Ага, не любовь. Да, не любовь. А именно потребность. В чем-то. Оформленная в любовь. Или в привязанность. К человеку. Например, это потребность быть слабой. Например, это потребность, там, нести за что-то ответственность. Необходимо понять, что именно вы реализуете через этого человека. Что именно вы пытаетесь реализовать через него. И уже после этого можно будет вам давать какие-то рекомендации. уже после этого нужно, можно будет с вами, говоря, грубо работать. Вот. Понимаете? А до тех пор, я вот видел, вы свой предыдущий вопрос, да, вы, в принципе, задавали таким же, хотя бы такой же вопрос. Поэтому вы будете просто задавать вопросы и, кстати, не получать ответы, потому что все это достаточно поверхностная работа. Вот. Да, у вас есть элементы зависимости, да, у вас есть проблемы с саноценкой, да, возможно, вы боитесь задаться одна. Вот, да, возможно, что ваши родители были слишком, слишком строгие, и вы, значит, привыкли к тому, что их одобрение нужно заслуживать. И если с ними действовала одна модель, одна схема какая-то вот, ну, одна схема, допустим, поведения, которое именно с ними работало, то с этим человеком, да, работает уже другая схема. Но в целом, в целом, в целом, в целом, это все та же схема. То есть она, скорее всего, не изменилась, вот, с точки зрения именно чувств. Тут, может быть, изменилась форма, да, какая-то, то есть вы стали, может быть, ну, может быть, вы стали вести себя с ним формально, иначе формально. Но фактически вы, фактически вы себя так же ведете, как и с родителями. Вот, вся, толькость, вся задача наша в том, с вами, чтобы выявить, а где же вы? Где же все-таки вот вы настоящая? Где все-таки ваша настоящая позиция? Вот. То есть где вы действительно и реально свободны? И где вы действуете не так, как, например, советовали родители вербально, и как они одобряли невербально? А где вы действуете сами, по своему выбору? Ох, ох. Вот. Ну и, конечно же, вопрос страха одиночества, да. Вот, и он тоже называется проработкой, потому что, опять же, у ребенка это, как правило, история примерно следующая, да, что, если я сделаю-сделаю что-то не так, или если меня бросят, то, соответственно, я нелюбим, и я, там, не имею права на жизнь, или что-то типа того, да. Вот. Если меня бросят, если я останусь, значит, одна, то я не смогу ничего добиться. Вот. В жизни. Если я останусь одна, значит, я ничего не знаю. Ну, то есть это такая вот социально-ориентированная позиция. И, проистекает она из того, проистекает она из всех аспектов, да, что вы чего-то недопоняли в своем детстве, чего-то недоспросили у своих родителей, возможно. Освенно вот такие проблемы. Со всем этим можно вам помочь, обращайтесь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 갈ится кислотой santé. ПОК. ОСтал. П tohu.